Международный день туризма – один из любимейших праздников студентов Севастопольского филиала Российского экономического университета имени Плеханова. Первый учебный месяц наполнен увлекательной практикой. Ребята ездят по знаменитым и малоизвестным достопримечательностям Крыма, разрабатывают свои туристические маршруты. Одно из обязательных заданий – подготовить необычную презентацию о городах полуострова. Несколько команд соревнуются в создании лучшего проекта в туристической сфере. Ребята исследуют, как изменились маршруты, описанные Петром Паласом, и презентуют их в исторической ретроспективе. Во-первых, мы сплотились командой, мы стали намного дружнее. Во-вторых, у нас были очень хорошие, ценные наставники, которые вели нас, помогали нам. И мы получили очень много бесценного опыта в плане посещения различных мест, интересных историй, связанных с этими местами. Очень понравилось гостеприимство татарского народа, крымско-татарского народа. Они очень дружелюбные, нам понравился их быт. Ну, а достопримечательности все тоже. Нельзя выделить какую-то одну достопримечательность, они все тоже. Студенты изучали на местности исторические достопримечательности, снимали видеопрезентации, чтобы наглядно показать, как изменились объекты маршрута известного ученого Петра Симона Паласа. Он был одним из первых исследователей Крыма после присоединения полуострова к Российской империи. Конкурс проводится в севастопольском филиале Рео имени Плеханова каждый год. В этот раз в нем впервые участвует команда школьников. Ученики Экотехплюс исследовали центр Севастополя. Мы изучали, как изменился сначала, как при построении война крымская, великотечественная. И как сейчас, сохранились здания или нет. Некоторые здания сохранились, а некоторые, к сожалению, нет. Они остались только у нас на фотографиях, в памяти, в фильмах. Их уже возродить невозможно. Главная цель конкурса – познакомить школьников и студентов с их будущей профессией. Мы активно сотрудничаем со школой Экотехплюс. У них есть экологическое направление, развиваем экотуризм совместно. И вот у ребят это будет первый шаг, первый шаг в профессию. И мы специально, чтобы уравнять шансы, выбрали участников конкурса. Это ребята, которые только поступили и только закончили первый курс. Такие конкурсы помогают будущим сотрудникам сферы туризма детальнее узнать Крым и Севастополь, влюбиться в профессию. Я называю это нескучной педагогикой, потому что эта педагогика всегда нацелена на позитивный результат. Такой вид деятельности, он прежде всего способствует раскрытию творческого потенциала, расширению интеллектуального потенциала студентов, привлечению их к исследовательской, к научно-проектной деятельности. Международный день туризма празднуется во многих странах мира уже больше 40 лет. Со дня рождения известного путешественника по Крыму Петра Паласа в этом году исполняется 280 лет. Колумб природных богатств Тавриды остаётся эталоном в сфере исследования Крыма для студентов севастопольского филиала Реу имени Плеханова.